ЗАПОВЕДНОЕ ЦАРСТВО ЗАПОВЕДНОЕ ЦАРСТВО Так лучше всего было бы назвать эту уникальную, старинную железную дорогу, которая пролегла от Торжка до города Осташково. Только здесь во всей России сохранились, и не просто сохранились, а сохранились в действии уникальные раритеты истории сигнализации, которые переносят нас в прекрасное время железной дороги прошлого. Но железнодорожные сигнальные устройства появились не сразу. Движение поездов по первой в России железной дороге общего пользования поначалу регулировалось только расписанием, а единственным сигналом был паровозный свисток. О безопасности серьезно задумались после того, как столкнулись паровозы «Лев» и «Богатырь». Первая авария на железной дороге России, в которой пострадали пассажиры. В том же 1840 году на Сарско-сельской дороге было организовано грузовое движение и начал работать оптический телеграф. С той поры сигнализация постоянно совершенствовалась. От предков светофора сигнальных шаров до точнейших цифровых систем управления движением. И готов идти на спор. Это новый семафор. Говорится в известной сказке про дядю Степу. Да-да, не светофор, а именно семафор. Старинное железнодорожное устройство, которое с 1842 года, с той поры, когда англичанин Грегори придумал первый семафор, до сих пор открывает дорогу по ездам путеводной рукой, которая поэтично называется крылом. Поднятие его означает, что путь впереди свободен. Меняется положение крыльев посредством сигнального привода с помощью лебедки и гибкой тяги. Примерно до начала 20 века семафоры давали сигнал «Путь свободен крылом вниз, а не вверх». Однако крыло могло упасть по причине, скажем, поломки или злого умысла. И это могло привести к гибельным последствиям. Поэтому и внесли изменения в так называемое положение о сигналах. В сильный туман крыльев и огней семафоры не видно. И раньше паровоз иногда останавливали возле семафора. Помощнику машиниста приходилось лезть на мачту, чтобы посмотреть, какой огонь там горит и в каком положении находится крыло. Хотя семафоры – крылатая конструкция, но он может сигнализировать и огнями. Старые железнодорожные инструкции строго требовали. Днем двумя крыльями под углом 135 градусов к мачте, а ночью одним зеленым и одним желтым фонарем, разрешающим следовать на боковой путь станции, при закрытом положении крыло под углом 90 градусов к мачте, ночью красный огонь. Этот сигнал был как бы в самом небе, он был очень поэтичен. И недаром Иван Бунин называл такие сигналы прелестными. Особым распоряжением руководства РЖД Балагоя-Полоцкая железнодорожная линия «Свет-Вюноторжок» объявлено заповедной зоной железных дорог России. Люди, работающие здесь в службе движения, сродни мастерам, хранящим старинные ремесла. Замечательный исторический раритет – электрожезловый аппарат, выдающийся изобретение советского инженера Даниила Ивановича Трегера, созданный в 1924 году. Смысл его в том, что машинисту для точного подтверждения свободности перегона нужен был документ, вещественный документ. Вот этим документом был избран стальной сигнальный жезл. К жезлу привенчена табличка с названием перегона, например, «Кувшиного-Ранцева». Из аппарата его не вытащить никакой силой, пока не даст разрешающий электрический сигнал та станция, куда должен отправиться поезд. После получения сигнала откроются замки в аппарате Трегера. Вот такая вот хитрая, но очень надежная механика, которая прослужила на железных дорогах больше ста лет. Действующая жезловка – не меньший раритет, чем семафоры или ручная стрелка. Жезловые аппараты есть во многих музеях, но увидеть, как работает эта система, можно теперь уже далеко не везде. Ранцевому окулию отправить поезд 4882. Теперь жезл готов к передаче на локомотив. Вот эта штука называется подаватель. Раньше эти подаватели делали из ивового лозняка, сгибали ивовый пруд в кольцо, когда не хватало железа, привязывали веревкой жезл и не снили локомотив. А дальше начиналась настоящая акробатика. Дежурный стоял у края платформы, подаватель с жезлом держал в руке. Поезд подходил к станции, помощник машиниста спускался на несколько ступенек по лесенке паровоза и на полном ходу подхватывал обруч. Точно такой же обруч он чуть раньше должен был сбросить на перрон. Так и работала дорога круглые сутки. Одни жезл принимали, другие выдавали. Путь свободен. Всем известна поговорка «Стрелочник виноват». Ну, так ли он виноват? Конечно, это шутка, но перед вами вот то самое устройство, из-за которого возникла эта поговорка. Устройство это – ручная железнодорожная стрелка, теперь уже уникальная. Это ровесница появления железных дорог. Как только появились железные дороги, сразу же появилась и ручная стрелка. Увидеть это теперь можно, ну, практически только вот на таких станциях, как Сележарова. Стрелка с теплым глазком фонаря флюгарки – один из символов железнодорожного мира. Это очень важный сигнал для машиниста. По светящему прямо в глаза желтому глазу флюгарки, либо по белому ребру указателя он определял, на какой путь переведена стрелка – прямой или боковой. От этого зависели жизнь и здоровье локомотивной бригады и пассажиров. Хлопотный, ответственный труд на стрелке был очень тяжелым. Нужно было не просто переводить стрелку, нужно было ее смазывать, нужно было зимой чистить ее от снега, а это очень тяжело. Фактически вся жизнь стрелочника состояла вот в этом устройстве. Перевод стрелки делал не только предельно ответственным, но и физически непростое. Ведь это не просто перебросить остряки. Требуется закрепить их, чтобы не отошли от рамного рельса, запереть так называемый замок Мелентьева, фиксирующий правильность маршрута, в который включена стрелка. В старину стрелки имели форму музыкальной лиры, за что и назывались поэтично лировидными. Затем появился стрелочный фонарь Бендера, очень красивый по форме, но по конструкции мудреный. В 1920-х годах на железных дорогах появился классический сигнал стрелочной флюгарки, который используется до сих пор. Но каким бы ни был фонарь стрелки, машинист в пути всегда смотрит на положение переводного рычага. Это самое надежное. Мир сигналов – это не только семафоры, стрелочные фонари, но это и ручные сигналы. Вот такие вот, еще пока не реставрированная, керосинка и вот такой фонарь. Были сигналы и звуковые, раньше радиостанции-то не было. Поэтому, чтобы подать сигнал машинисту, на какой путь принимается поезд, сделали вот так. Какой сильный человек должен быть. Так или иначе, мир этой замечательной старины, трогательной, обязательно должен быть сохранен. Ведь история – это наука о будущем. Вот для будущего и сохранен. Для потомков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова